Библиотеки искусств Мы говорим о книгах. По сути, все то, что мы делаем на канале, это и есть разговор о книгах с писателями, о литературе, но наш нынешний разговор о книгах совсем другой. Мы просим писателей называть свой собственный топ пяти книг, свои пять самых любимых или важных в жизни книги, не которые сам писатель написал, а книги других писателей. И таким образом мы смотрим этот рейтинг. И сегодня этот рейтинг из пяти книг представлю я, Владимир Семенов, директор библиотеки Боголюбова, главный редактор канала Библиотв. Я сразу замечу, что, конечно говоря, о пяти любимых книгах, я исключаю из этого списка одну самую главную книгу, которую, наверное, можно было бы поставить на первое место и вообще этим ограничиться. Это книга Библия. Но я исхожу из того, что все-таки мы говорим о книгах, которые написаны конкретными писателями, а не книга, в которой содержится Слово Божье и которая является просто, по крайней мере, для меня главным и единственным ориентиром. Поэтому я сразу Библию исключаю из этого списка и говорю о своих пяти любимых книгах, которые написаны писателями. Первая книга – это, можно сказать, серия, а так как у нас многие начали говорить про детские книги, я тоже начну с детской книги. Это серия замечательного писателя Александра Волкова, которая известна как «Волшебник изумрудного города». Но я из этой серии выделяю одну, собственно, вторую книгу. Это «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Вот это сказочная серия, которая, по крайней мере, прошла для меня через все мое детство, юность и даже во взрослом возрасте, ну, бывает, раз в год я просто перечитываю все эти книги, потому что они не просто сказочные и добрые, они замечательным сюжетом, они прекрасно написаны. И, кстати, надо отметить, что действительно эта серия, она прекрасно иллюстрирована, да, и мы знаем вот «Волшебник изумрудного города» именно вот в таком издании, в таких иллюстрациях. Самое важное для меня то, что здесь, помимо замечательного сюжета и очень добрых героев, у всех героев прописаны характеры, потому что очень часто вообще в сказках герои просто названы, они не персонифицированы. А здесь вот особенно, скажем, злые герои, да, и почему я вот очень люблю Урфина Джуса, этот герой, он абсолютно реальный. И он не злой, вот как злой по природе, а он злой от обиды, от обида на окружающих. И мы все помним, да, что в последних книгах Урфин Джус исправляется и становится добрым. И вот поэтому эта серия, она просто для меня всю жизнь была самой, наверное, радостной, какой-то светлой, яркой. И приключение по волшебной стороне Гудвина, мне кажется, оно намного интереснее, чем, ну, скажем так, исходная книга, которую мы знаем как «Волшебник страны Оз». Вторая книга, которую я хочу рассказать, это книга моей юности, моего студенчества. Книга, ну, наверное, для меня, как и автор, вот, самые изысканные, радостные, наполненные тонким юмором. Вот, это пьеса, даже не просто пьеса, а одна из пьес Оскара Уальда «Как важно быть серьезным». Почему из всего, из всех произведений этого великого, такого тонкого эстетского писателя я выбрал именно «Как важно быть серьезным», да, а не «Портрет Дариана Грея», наверное, да, который все называют в первую очередь, потому что именно эта пьеса, она, по моему мнению, наполнена, ну, самым тонким, в самой густой концентрации, изумительным, вот, тонким, ироничным юмором, со знаменитыми парадоксами Оскара Уальда, которые просто идут буквально в каждом втором предложении. Этот юмор настолько тонкий, он действительно английский, вот, он абсолютно чужд пошлости, то есть, вот, самое главное, у Уальда в нем нет пошлости, то есть, это все действительно очень красиво, тонко и изысканно, и в нем абсолютно прекрасные герои. Они, очень многие из них, настоящие уальдовские дэнди, а я хочу подчеркнуть, что самые прекрасные дэнди, это дэнди литературные, выдуманные, а не те, которые существовали в реальности. Ну, вот, таков парадокс. Самое сложное для меня было выбрать третью книгу, вот, именно книгу, которая, ну, в моем внутреннем рейтинге займет третье место. И я честно могу сказать, что за это место в моем рейтинге боролись очень разные писатели, совершенно разные, от Чарльза Диккенса, ну, с которым тоже просто прошло все мое детство и юность, вот, до замечательного, замечательных писателей 20 века, Андре Жида или Сартра. За это же место боролся Достоевский, но я все-таки не мог не выбрать для себя одну книгу, которая чрезвычайно важна, чрезвычайно важна не только для меня, но, по моему мнению, она важна на стыке 19 и 20 века, как книга, которая просто, ну, должна была перевернуть сознание людей. Это последняя книга Льва Толстого «Путь жизни». Это вершина толстовской этики, вершина толстовской мысли. И великий писатель не боится в ней, в принципе, говорить просто, желая быть понятым. Вот, знаете, я во всех, во многих своих беседах с писателями в Бухолевской гостиной, я стараюсь гостям, ну, задавать вопрос, который интересует меня лично. Вот, что для них поздний Толстой? И мне кажется, что вот отношение к позднему Толстому – это какая-то лакмусовая бумажка, да, и это вот, оценка его, она очень важна. Вот, и неоднозначно, конечно, относясь к словам Толстого о церкви, и, ну, понимая, что великий писатель, он имеет право, поднявшись на такую высоту, вот в какой-то момент вот даже потеряться и ощутить себя пророком, который имеет право переписывать Библию, и за это, наверное, ну, только не нам его судить, но именно этот писатель вот в этой книге, он поднялся на такую высоту, что собрал в ней тоже выжимку из всего самого важного, к чему он шел всю жизнь, с точки зрения этики, с точки зрения отношения к животным. И вы знаете, вот замечательный современный писатель, философ Татьяна Горечева говорит такую фразу, что после Освенцима нельзя жить и философствовать по-прежнему. Вот перефразируя ее, я бы сказал, что удивительно, как после книги «Путь жизни Толстого» вообще мог быть Освенцим, когда в конце 19-го, начале 20-го века были сказаны вот такие слова, те слова, которые человечеству сказал Толстой, который был услышан, вот как, несмотря на это, вот эти события 20-го века могли произойти. Вот для меня это самая великая загадка, и именно поэтому эта книга, она для меня, конечно, занимает вот это место в, безусловной, тройке самых важных для меня книг. На втором месте для меня стоит одна из самых важных и, наверное, любимых для меня книг. Это книга великого писателя, мистика. Я, вы знаете, не поюз даже этому слову, но, наверное, если не пророка, то вестника. И, кстати, он сам вводит активно эту терминологию. Даниила Андреева. Это книга «Роза мира». Книга удивительная, которая по-разному оценивается очень многими, многими не воспринимается, но это для меня та книга, которую я пересчитываю в течение всей своей жизни, многократно сверяю с ней, смотрю какие-то отрывки, оценки Даниила Андреева, потому что именно в ней он поднялся на невероятную высоту взгляда на нашу планету, на цивилизацию. И самый сложный вопрос, наверное, на который надо ответить, каким образом, откуда этот человек, находясь в лагере, в ссылке, как он мог написать все это, не имея, по сути, под рукой ни книг. Он писал все это из головы, писал тайно, потому что ему приходилось эту книгу прятать. Я для себя очень много раз такой задавал этот вопрос, что написать вот такую книгу, как «Роза мира», мог человек или как абсолютная манипуляция, или человек, который является сумасшедшим. А Даниил Андреев абсолютно не сумасшедший. И, кстати, известно, что уже в конце жизни он, он, перечитав эту книгу буквально перед смертью, он сказал такую фразу. «Да, все-таки я еще раз это перечитал, и я не безумен». И он многократно, говоря какие-то вещи, понимая, как они будут восприниматься другими людьми, он очень часто самоговаривается. «Я понимаю, что это будет выглядеть странно, я понимаю, что это кажется сумасшедшим, но, зная, считая, что это правда, я это пишу». Ну, второе, да, что, как я уже сказал, да, это, такую вещь можно написать только как манипуляцию. Но, читая «Розу мира» и видя высочайший этический, моральный, вот его моральную высоту, Даниил Андреев, высочайший этический кодекс, ты понимаешь, что этот человек глубочайшей, невероятной порядочности, который, конечно, все это писал абсолютно искренне, Ну, и на первом месте для меня стоит моя любимая книга. Она стала любимой где-то 10 лет назад, и этот автор не оставляет меня в покое, я все время о нем думаю. Это тоже парадоксально, наверное, малоизвестной широкой публике, да и интеллектуалам, ну, я бы сказал, великий французский писатель а жюрист Карл Гюисманс. Это одна из его финальных книг на пути. Гюисманс удивителен тем, что, ну, начиная писать сначала как натуралист, он стал очень, ну, вскоре известнейшим писателем, декадентом, и он в основном приобрел известность как автор романа наоборот, о котором, кстати, ну, есть мнение, что Оскар Уальд упоминает о нем, как вот о том, о той какой-то тайной книге, которая испортила Ладыриана Грея, попав ему в руки. Гюисманс не просто великий рассказчик, даже не рассказчик, он великий художник. Я бы сказал, что ни один писатель вот так густо, так насыщенно и интересно не описывает все то, что он видит и чувствует. Чувственность Гюисманса в описании обложек книг, музыки, драгоценных камней, мебели, всего, что окружает его, она просто потрясающая. Но для меня он стал любимым великим писателем не из-за своего декадентского романа. Роман на пути это великое преображение писателя декадента в глубочайшего писателя католической мистики, о котором писал Бердяев, написал замечательную статью, оценивая Гюисманса как одного из величайших французских писателей. В этой книге он, а, кстати, надо отметить, что все книги его, они в какой-то мере автобиографичны, они передают его собственные переживания, его собственный путь исканий. Он описывает главного героя, который в борьбе с собой приходит к тайнам монастырей, к тайнам храмов. Гюисманс открывает те тайны католической мистики, к которым, наверное, страшно, непонятно прикасаться. Он пытается вникнуть, почувствовать своей верой, которой, как у каждого из нас, очень слаба, и вместе с нами он проходит, соприкасаясь с этими тайнами по Парижу XIX века. Эта книга настолько глубока, ее сложно читать, ее можно читать, погружаясь, по крайней мере, у меня получается, на короткое время, потом от нее надо отдыхать, потом снова ее. Надо читать, кстати, также можно читать и «Розу мира», но это книга великого писателя, великого мастера и, наверное, одного из самых глубоких писателей Европы XIX века. «Розу мира» «Розу мира» «Розу мира» Продолжение следует...